Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусную закуску из кабачков с невероятно вкусной заправкой. Всем привет! Давайте с вами сегодня приготовим очень быструю, вкусную и легкую в приготовлении закуску из кабачков. Готовится быстро, получается вкусно. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала приготовим заправку для кабачков. Берем грецкие орехи и измельчаем их в блендере. Измельченные орехи высыпаем в небольшой салатник. Сюда же через пресс пропускаем 1 зубчик чеснока. Добавим неполную столовую ложку лимонного сока. 1 столовую ложку соевого соуса. И 3 столовые ложки растительного масла. Можно заменить оливковым. Мелко нарезаем зелень. Из зелени я беру петрушку и зеленый лук. Мелко резаную зелень добавляем в орехи. Зелень я всегда добавляю побольше. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. И отставляем. Берем кабачок. Кабачок у меня молодой, поэтому кожицу я не снимаю. Сейчас нам необходимо кабачок нарезать. Разрезаем кабачок пополам. И еще раз пополам. А далее вот такими кусочками средними. Сильно измельчать не надо. Кабачок отправляем в салатник. Слегка подсаливаем. Перемешиваем. И оставим примерно минут на 10. На предварительно разогретую сковородку наливаем растительное масло. Добавляем сюда кабачки. И помешивая обжариваем до золотистого цвета. Но обжаривайте так, чтобы кабачки у вас были айс-дентэк. Легка хрустящие. Готовится это быстро и просто. Кабачки готовы. Они получаются вот такие красивые, с легкой румяной корочкой. Обжаренные кабачки помещаем в салатник. И заправляем ореховой смесью. Попробуйте приготовить. Вам обязательно этот рецепт понравится. Сейчас все перемешиваем. И даем кабачкам настояться примерно 20 минут. Готовую закуску выкладываем на тарелку. И сверху посыпаем обжаренным кунжутом. Она получится еще вкуснее. Такую закуску можно приготовить хоть каждый день. И поверьте, она вам не надоест. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации, пожелания. И конечно же пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылка находится под видео. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках и делитесь своим рецептом. А я вам скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Всем хорошего настроения. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне. И все у вас получится. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем хорошего настроения.